И все привет ребят, с вами Старбанка, я сегодня записываю новый ролик, сегодняшний директ посвящен новому замечательному устройству, которое называется Супер Соленоиды. Это то самое новое устройство на Гаусс, которое в сводке наносит большее количество урона, и чтобы вы понимали, для того чтобы выбить это устройство, мне пришлось на двух аккаунтах спец открыть более тысячи ультраконтейнеров. Я не знаю с чем это связано, было все дело, но я просто офигел от того, насколько тяжело выбить это замечательное устройство, чтобы вы понимали, я потратил на мега донатном аккаунте 100 тысяч танкоинов и не сумел выбить это устройство, ну а на моем втором спецаккаунте, наконец-таки все-таки мне удалось это сделать, и я надеюсь, что все это дело не зря. Попробуем протестировать его, посмотрим, насколько оно интересно будет работать в рамках матчмейкинга, ну и насколько оно вообще актуально. Если вам понравится данный видос, то давайте попробуем набрать на нем 150 лайков, именно столько нужно, чтобы я уже в ближайшее время попробовал, протестировал это устройство с дроном Кемпер, и рассмотрел его получше, надеюсь, что оно будет в хорошем балансе и будет интересно смотреться в рамках нашего матчмейкинга. Закипикивает меня на карту Сандал, ну и будем сейчас смотреть, будем пробовать по урону дефолтному, вроде как никаких изменений у нас здесь не должно быть, должен быть лишь больше урон в сводке. 3200 прямо сейчас залетело со сводочки, очень неплохо, если именно с этим гауссом будет возможность ваншота противника, да, я так понимаю, что перезарядка у нас тоже чуточку дольше становится или не становится. А, у нас сплэш, сплэш меньше, точно, со сплэшом у нас хуже здесь работа, но если работать по одиночному танку, то у нас по идее должны залетать ваншоты, по идее должны лететь ваншотики. Так, харёчек, 2800, вкусно, очень вкусно пока что по урону, всё дело выглядит. Так, 2500, шикарно, это без повышенной ддшки, я так понимаю, у меня залетело 2500, перезарядка у нас, конечно, на гауссе сейчас долго. Семё, шестёрочку почти сюда с этой сводочки, вот это, я понимаю, уже контентик какой-то, вот это, я понимаю, уже какой-то урончик с гауса залетает. Да, и то, что у нас нету сводки сплэша, да, то есть то, что вы по двум, там, трем танкам одновременно не сможете нанести урон хороший, я думаю, что это вообще не, как говорится, проблема для подобного рода гауса. Так, если у нас вот такие сводочки ваншотные на постоянной основе будут залетать, то что-то мне подсказывает, что это новое имбоустройство на гаусс. Это новое имбоустройство на гауссика, сюда по ощущениям, сюда этот контактик, так, попробуем дать сводочку ещё такую на шестёрик, вкусный, так. Так, и попробуем ещё, может быть, что-то здесь дать, не, что-нибудь бы ещё бы где-то что-то накидать бы, было бы очень и очень неплохо, так, сводочку, хорошо. Короче, этим устройствам нет смысла вообще играть одиночными выстрелами, то есть вы работаете исключительно на сводках, но и за счёт этих сильных сводок вы просто ваншоты эти противника. Просто ваншоты. Это у нас, получается, ваншоты с Кризисом залетают, а сколько у нас урона будет с Кемпера, я, честно, не знаю, не знаю, но можете, в принципе, посчитать, да, насколько больше у нас урона будет вылетать. И насколько жёстче можно работать с этим устройством. 3200 залетает просто со сводочки, но это очень жёстко, если честно. Это очень приятный урон, ну и одиночными выстрелами, конечно, в этом плане стрелять вообще нет никакого смысла. 3000 урончика залетело, попытка сводки от противника, спрячемся под стеночку, чтобы меня здесь не слило. Так, ну и у нас появляется Оудик, который можно попробовать тоже реализовать, либо дать сводочку на две штучки. Так, Оудик пошёл. А, мы ещё и проигрываем эту катку. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. А мы, оказывается, её ещё и проигрываем. Ага, вот так вот, да, значит? Вот так вот, значит, да? Проигрываем, значит, мы эту каточку. Ну ладно, хорошо. Хорошо. Но ничего страшного, будем пробовать. Будем пробовать на накидочке. Продолжать делать движуху. Так, 3200. Отлично. Хороший урон. Так, пробуем ещё. Отлично. Б, ну киллов тут, конечно, можно накемпить теперь с этим Гауссом по ощущениям. Супер много. Это то есть, если учитывать тот факт, что я запикался ещё на сандал, на маленькую, как бы, карту, и здесь уже так не кисло летит, то что будет у нас на большой карте? Оп, три танка рядом. Но, вот, как говорится, сплэшовик у этого Гауса плохой. Но сплэш – это не главное, как говорится, его преимущество. Поэтому, в принципе, на сплэш урон нам, по большей части, ты и без разницы. У нас ваншот именно прямого выстрела. Поэтому, вот, этот как раз-таки прямой выстрел чётко, идеально работает. 20 килов сюда в карманчик. Сюда эту вкуснятину. Ну и пока что всё выглядит мега круто. Да, с точки зрения устройства, с точки зрения ваншотов. Да, это то устройство, которое реально может быть интересно на Гауссе, даже с учётом такой долгой сводки. Да, то есть я, например, как игрок, который любитель на Гауссе именно сводиться, я могу сказать, что такая сводка может быть очень и очень актуальна. Так, то, что я вот здесь не успел свестись, это, конечно, плохо. Но, блин, 5700. Практически 6000 урона со сводки. Но это же сильно. Это реально сильно. Это реально очень хороший урон. Это очень хорошие цифры. Так, два противника у нас в центре. С сплэшом там особо мы им ничего не накинем, поэтому 2800 даём по-переднему. Так, ну и по-хорошему нам бы вообще был Оуди какой-то бы разыграть бы здесь. Так, попробуем сводочку. Можно и не отдавать доставочку здесь противнику. Зачем нам отдавать доставочку? Надо ещё борьбу устроить какую-то. Так, потычки обычной. Сдаём. Сводка не в меня. Так. Викинг сводится. Отлично, 2800 ему со сводочки. Отлично. Так, это если, получается, с кризисом 3000 не летит, то как раз таки, как раз таки с чем? Как раз таки с, как раз таки с замечательным дроном Кемпер, эти ваншоты, я уверен, что будут залетать. 27 на 2. 27 на 2 у нас счёт. И при том, что я запикивался в начатую катку, пока что реально выглядит очень круто этот Гаусс. И такая сильная сводка смотрится интересно. Смотрится очень интересно. Да, без сплэша. Да, по соло танкам. Но когда залетают такие цифры, то они меня не могут не радовать. Если бы, конечно, они были бы ещё больше, было бы ещё интереснее. Да, потому что сводка, как я уже сказал, довольно-таки долгая, но всё равно выглядит круто. Выглядит очень круто. 29 килов, 3 минуты до конца. Пробуем накидывать. Наши тиммейты пытаются здесь играть в доставки. Так, сплэша вообще нет. Сплэша просто нет у этого устройства. В принципе, я думаю, что особо сильно он нам-то и не нужен, этот сплэш. Так, попытка доставки. Как-то очень много урона. О, вернее, не урона, а как-то очень много хп было у этого молодого. Да, вообще нет сплэша урона. Просто нет. Он в упоре только работает. Сплэш только в упоре есть. Если вы не на упорчик стреляете, то сплэша просто нету. Нету сплэша урона. Да, возможно, это где-то в моменте будет работать в минус, но если вы стреляете чисто по соло танкам, то вот так вот идеально 5700 вкусно в голову залетает. На какой-нибудь здоровенной карте, я думаю, что это было бы прям мега-мега актуально и мега круто. Так, сейчас доставочку может оформить противник. Заблочить, заблочить, заблочить. Хорошо. Отработали тиммейты. 33 килла. 33 на 3. Пока что выглядит мега круто. Хорошо. Бам, 2800. Четко. Четенько, четенько. Так, сводочку по мамонту может быть ваншотная, если он без ДА. Я там все-таки на ДАшке. Да, как раз-таки чуть-чуть урона не хватает, который будет хватать 100% с кемпером. Кемпером будет хватать, чтобы давать ваншот железный. В принципе, и так ваншоты залетают, если там дрон не фулкачный, либо хпшки чуть меньше. Ваншот среднего танка это вообще очень жесткая тема. Ваншот среднего танка это очень сильная вещь. 3200 по некачному дрону, я так понимаю, да? Залетает у нас... А если фулкачка дрона, то 2800 залетает. Да, 2873. 2873. Так, вжимаем оудик под наших тиммейтов. Попыточка, попыточка раскрутиться, но, к сожалению, неудачная. В упорчик я въехал. Через все же сильно. 38 на 4. Ба, ну... Выглядит реально круто. Не знаю. Мне нравится. Блин. Ой, хорошо. Тиммейт подстраховал. Я уже думал, сейчас доставочка будет. 50 секунд у нас еще есть. На то, чтобы покидать. Это максимально кемперское устройство. Максимально кемперское. То есть, с ним надо вот именно стоять и кемпить. Стоять и кемпить. Стоять и кемпить. 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 Накидывать урончик. Можно использовать ареса с ним, я уверен. То есть, на аресе. Таким устройством максимально комфортно можно играть. И максимально много урона накидывать. Так, 5700. Еще неплохая тычка. Вкусная. Залетает. Так. Угу. Бам. Еще 5700. Вкуснятина. 20 секунд до конца. Так. Попыточка. Еще сводки. Отлично. 2800. Четко. Четко, 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 четко. Так. И еще. Еще сводочку. Еще какую-то сводочку. Хорошо, 2800 четко. Доработаем. Доработаем по центру. Не доработаем, к сожалению. Бэм. Ну что я могу сказать? Ну жестко. Очень жестко. Очень жестко. Очень интересно. Да, у этого устройства нет сплэша. Но дефолтная сводка с повышенным уроном. Это реально то, что может сделать гау. Совсем на другом уровне. И совсем с другим интересом. Поэтому если вы боретесь за устройство. Да. Вам нравится пушка гаус. Если у вас есть возможность ее выбить. То я могу сказать, что это устройство реально очень крутое. По крайней мере по первому бою. Сплэш урон отсутствует. Но сплэш урон, кстати, был. Был сплэш урон. Минимальный, но он был. То есть то, что здесь написано, что он отсутствует. Это неверная информация. Он есть. Но он работает только в упоре с оппонентом. Выглядит реально достойно. Пишите, что вы думаете по поводу этого устройства. Как вам оно? На первый взгляд. Обязательно поддержите данный видос лайком. Как я уже сказал. Давайте наберем 150. И максимально быстро запишем обзорчик с этим устройством. Только уже с дроном Кемпер. Также не забывайте про то, что прямо сейчас проходит розыгрыш на 20 тысяч танкоинов. Ой, на 30 тысяч даже танкоинов. И на 2 миллиона кристаллов. По моему личному тегу. Который можно найти в настройках игры. Здесь в аккаунтике. Тимпшечку вот так вот бах. Оформляете. Дальше заходите вкусно в магазинчик. Оформляете покупочку. Например, там танкоинов. Либо премочки. Спускайтесь в описание. Заполняйте форму. И участвуйте в этом замечательном розыгрыше. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. И всем пока.